Татьяна Юрьевна, спасибо вам большое за приглашение на это мероприятие и за доставление слова. Я хочу про стандарты рассказать на самом деле, и я хочу вначале задать вопрос. Поскольку все-таки скепсис есть в лечении метастатического рака поджелудочной железы, то я хотел бы узнать, какой процент, коллеги, у вас в клинике пациентов с метастатическим процессом проживает больше одного года. Все-таки действительно многие считают, что не надо лечить этот процесс. Многие считают, что живут эти пациенты недолго, еще и плохо живут, не надо этот процесс продлевать. Так вот, какие результаты у вас? Есть ли возможность проголосовать? Да, вот сейчас я жду. У нас запущено голосование, коллеги? Я, к сожалению, его не вижу. Да, я вам его обязательно озвучу. Голосование идет, и мы вам сейчас, я вам озвучу результаты. Ну да, потом я покажу, что у нас происходит в этом, в динамике. Угу. Голосование запущено, сейчас вот как раз двигаются кривые. Посмотрим, насколько они, наши респонденты, отвечают той реальной ситуации, которая обстоит в нашей стране. Но, тем не менее, это тоже определенный срез. Я думаю, что еще буквально несколько секунд, и мы остановим наше голосование. На вопрос, какой процент пациентов проживают более года при метастатическом раке поджелудочной железы в вашей конкретной клинике. Соответственно, получается, что никто ответил о 10%, менее 10% — 30%, также по 30% — 10-20%, 25% — это 30% ответили, и более 30% — всего лишь 5% респондентов. То есть 10, 30, 30, 25, 5. Понятно. А я, с вашего позволения, пойду дальше. Сейчас видно мой экран, да? Да. Я хочу сказать, что на самом деле динамика-то есть. Но динамика эта связана с событиями, которые начали происходить где-то с 2011 года. Появился режим фулферинокс, появился режим гемцитабин с напокритокселом. Липосомальный рентекан на нашей стране недоступен, но я думаю, что ничего страшного в этом нет. У нас есть опция иммунотерапии, мы послушаем об этом сегодня. У нас есть опция с лапаривом, и только что Елена Владимировна про неё сказала. То есть динамика есть, и эта динамика реализуется в реальных цифрах. Вот посмотрим на регистр Соединённых Штатов, в который вошли все пациенты, которые получали или не получали даже противоопухолевую терапию по поводу метастатического процесса. И вот что они получили. 9% выживаемости от 1 года до 5 лет, а в 2000 году 23% сейчас. То есть больше чем в 2 раза эта цифра выросла. А если посмотреть на долю пациентов, которые прожили более 5 лет с метастатическим раком поджелудочной железы, то эта цифра от менее 1% увеличилась до 6%. Это стало более-менее ощутимой. И в первую очередь, с чем связывают авторы этого исследования свои успехи, это с более широким интересом к проведению системного лекарственного лечения, которое постоянно растёт на протяжении вот этого периода времени, в течение которого авторы исследования проводили свой анализ. И наши данные такие же. Обратите внимание, в институте Блохина, где я работал до недавнего времени, при местном распространённом раке поджелудочной железы мы ранее, в начале 2000-х, имели продолжительность жизни около года. Сейчас в 2 раза больше. И при метастатическом раке поджелудочной железы продолжительность жизни составляла ныне 5 месяцев в 2000 году. А сейчас, по нашим данным, она составляет больше 1 года. И это, в первую очередь, связано с тем, что у нас внедрены в лечение современные режимы химиотерапии. Это фолфторинокс, это гемцетабин с нафокритокселом. И за счёт них, в первую очередь, связаны наши успехи в лечении этой категории пациентов. Так вот, какие же стандарты лечения? Во-первых, стандарт лечения этих пациентов от фолфторинокс. Фолфторинокс сравнивался с гемцетабином при метастатическом раке поджелудочной железы, в исследовании аккордов вроде G4, и им продемонстрировано было, что фолфторинокс существенно эффективнее, чем гемцетабин. И по выживаемости без прогрессирования, по общей выживаемости. Но, к сожалению, он и более токсичным является. И то, что по нашему опыту, вот эта нейтропения в сочетании с диареей, это такие два вида токсичности, которые лимитируют полноценное использование этого режима химиотерапии в большинство наших пациентов. Мы не можем всем пациентам назначать фолфторинокс по причине не только трудоемкости этого режима, но в первую очередь по причине его токсичности. С другой стороны, есть режим гемцетабин с напоклитокселом. И он оказался также существенно более эффективен, чем монотерапия гемцетабином, снизил риск смерти на 28% и существенно увеличил продолжительность жизни этой категории пациентов. Также это было получено путем увеличения токсичности, снова увеличения токсичного лечения, и увеличивалась частота гематологической токсичности, и также увеличивалась частота периферической полинейропатии. Это было в исследовании «Импакт», которым исследовался этот режим гемцетабин с напоклитокселом. Это была одна из наиболее частых причин отмены препарата напоклитоксел, преждевременной отмены напоклитоксела. Он был побочный эффект проанализирован подробно, и в отличие от нейротоксичности, которая вызвана другими противопухолевыми препаратами, в общем-то сроки от нейропатии третьей степени до снижения выраженности нейропатии до первой степени составили около одного месяца. То есть это говорит о том, что нейропатия на напоклитокселе, если возникает, то она достаточно быстро оккупируется путем приостановки лечения напоклитокселом, и многие пациенты, 44%, потом возобновили препарат напоклитоксел, пускай в редуцированной дозе после снижения выраженности нейротоксичности. Вот такие два исследования, которые, в общем-то, указывают на преимущество комбинированной химиотерапии по сравнению с монохимиотерапией гемцитабином. Но я хотел спросить у коллег, которые к нам подключились, какой режим все-таки вы предпочитаете в первой линии для сохранных пациентов? Мы говорим про комбинированный режим. Фолферинокс, гемцитабин с напоклитокселом, а есть еще режимы гемцитабин с капицитабином или гемокс с оксалеплатином. Можно ли запустить голосование? Голосование уже идет, пока вы рассказывали, и я хочу сказать, что уже сейчас фолферинокс более 60% респондентов, гемцитабин с напоклитокселом 16%, гемкап 42%. То есть вот сейчас лидирует фолферинокс на втором месте гемкап, а на третьем гемцитабин с напоклитокселом. Понятно. Но я хочу прокомментировать, и у нас при анализе наших данных оказалось, что гемокс режим — это абсолютно проигрывающий режим по эффективности, он выступает даже в монохимиотерапии гемцитабином. Исключение — это пациент с импутацией версии. Гемкап ничего не дал по сравнению с гемцитабином в моно-режиме. И я поэтому, коллеги, призываю вас не пользоваться вот этими двумя режимами, гемкапом, гемоксом в первой линии у меностатических пациентов, потому что они просто не работают по сравнению с моно-терапией гемцитабином. А какой режим выбрать? Гемцитабин с напоклитокселом или фолферинокс? И, к сожалению, у нас ограниченные данные в этом плане, и они ограничены в основном ретроспективными анализами. Наиболее крупный был проведен в США. И вне зависимости от того, с чего начинали лечение у больных с метастатическим процессом, с фолфериноксом или с гемцитабином с напоклитокселом, результаты оказывались одинаковыми с точки зрения продолжительности жизни. И есть такая идея у многих докторов, поскольку фолферинокс тяжелее переносится, и если посмотреть на анализ этого исследования, то действительно такая токсичность социально значима, значима для пациентов, как диарея, стоматиты, слабость, муказита, тошнота, рвота. У фолферинокс сильнее, чем у гемцитабин, с напоклитоксел. И поскольку фолферинокс переносится тяжелее, а пациенты с исходным процессом первичные, более сохранные, чем пациенты, которые прогрессируют на терапии первой линии, то, мол, надо начинать с фолферинокса, а потом уже назначать менее токсичные режимы химиотерапии, типа гемцитабином с напоклитокселом или чего-нибудь такое. Идея, кстати говоря, с моей точки зрения, логичная, но не работающая. Потому что, если бы это работало, то это приводило бы к увеличению продолжительности жизни. Но это не приводит к увеличению продолжительности жизни. А при этом доля пациентов, которые получают вторую линию химиотерапии, она примерно одинакова, вне зависимости от того, с какого режима вы начинаете лечение. С фолферинокса или с гемцитабиной на напоклитоксела. Поэтому выбор, он, в принципе, основывается не на эффективности, не на токсичности лечения, а на том, какой режим вам удобнее проводить. Вы можете установить порт, вы можете обеспечить двухсуточную инфузию фторроцила, вы можете госпитализировать по экстренному лечению осложнений, пожалуйста, полферинокс. Если вы работаете в дневном стационаре, я перешел на работу в дневной стационар сейчас, и мне, например, удобнее использовать гемцитабин с напоклитокселом, потому что это полностью амбулатурный режим. Наконец-то в этом году на АСТО были впервые опубликованы результаты рандомизированного исследования, которое сравнило полферинокс и гемцитабин с напоклитокселом напрямую. К сожалению, это резектабельный рак, а не беностатический. К сожалению, это вторая фаза. Но, тем не менее, было показано, что эффективность двух режимов химиотерапии с точки зрения всех параметров эффективности, но я, в первую очередь, касаюсь продолжительности жизни, она одинаковая. Два режима равны эффективно. И следующий вопрос, который встает, это насколько воспроизводимо это лечение. Мы с помощью многих наших коллег, и я очень благодарен всем, кто включился в это наблюдательное исследование, проанализировали эффективность и токсичность химиотерапии гемцитабином и напоклитокселом в России. И 17 центров приняло участие, 142 пациента мы включили. И мы получили, что вот характеристика пациентов, нетрудно видеть, что это были не только сохранные пациенты, но и целая когорта 16% со статистом в 2. И всего лишь 60% были ранее нелеченными, а остальные 40% получали ранее 1 или даже 2 или более линий химиотерапии до того, как назначили гемцитабин с напоклитокселом. И вот результаты. Выживаемость без прогрессирования 6,1 месяца – это то, что мы получили. Для сравнения, в исследовании «Импакт» выживаемость без прогрессирования составила 5,3 месяца. То есть, уверенно, можно сказать, что не хуже мы выглядим. В исследовании «Импакт» частота объективных эффектов составила 29%, у нас 25%. Ну, в общем, такие же сопоставимые данные. К сожалению, продолжительность жизни у нас не очень хорошо прослежена. Очень много пациентов на ранных сроках наблюдения были потеряны. И, в общем-то, продолжительность жизни не вполне отражает реальную ситуацию. Но, тем не менее, по выживаемости без прогрессирования, по частоте эффектов, наши данные вполне согласуются с данными исследования «Импакт». Токсичность вполне приемлемая, но когда мы говорим про ретроспективно собранные данные, то мы, конечно, говорим о том, что это токсично, недорепортировано. Что нам там токсичность первой-второй степени отражать в первичной документации. Дай бог, третью-четвертую степень, чтобы была отражена. И, в общем-то, эти данные, наверное, не вполне объективны. Но то, что объективны – это частота редукции доз препаратов. И это, в принципе, вполне такие умеренные цифры. 32% – это редукция дозы напоклитоксел, 23% – редукция дозы гемстабина. Основная причина редукции доз – это гематологическая токсичность. А по нейротоксичности всего лишь 6% случаев пришлось снизить дозу напоклитоксела. И мы сравнили первую линию химотерапии. По нашим данным, по данным онкологического научного центра имени Блохина, мы включили в этот анализ только морфологически подтвержденный рак поджелудочной железы при наличии отдаленных метастазов. Мы набрали 4 группы. Полферинокс – 99 пациентов. Гемстабин с напоклитокселом – 85 пациентов. Гемстабин с другими препаратами. Включая там оксали, платин, капицитабин, таргетную терапию в сочетании с гемстабином – 109 пациентов. И гемстабин в монорежиме – 100 пациентов. Мы получили, что есть два режима лидера – полферинокс и гемстабин с напоклитокселом. По всем критериям эффективности, по частоте эффектов, выживаемся без прогрессирования, по продолжительности жизни. И есть два аутсайдера – это гемстабин в монорежиме и гемстабин с другими препаратами, типа капицитабина, оксалиплатина. Сравнили отдельно гемстабин на паклитоксел и фолферинокс и не выявили отличий ни по частоте объективных эффектов – 25% в обеих группах, ни по выживаемости без прогрессирования. Была тенденция к тому, что на фолфериноксе было больше продолжительности жизни, но она под анализу оказалась, что связана в первую очередь с разной частотой назначения терапии второй линии. Токсичность была разнонаправленной. Если для гемстабин с напоклитоксела мы чаще наблюдали анемию, мы чаще наблюдали нейротоксичность, повышение троцемина, с лихорадкой отеки нижних конечностей, то для терапии фолфериноксом чаще встречалась диарея, тушнота, рвота. Также чаще приходилось использовать гранулоскарный колын, стимулирующий фактор для первичной или для вторичной профилактики нитропинии. И чаще приходилось редуцировать дозу препаратов исходно фолферинокса, опасаясь неприемлемой для пациентов токсичности на этом режиме химотерапии. То есть чаще всего использовали модифицированные фолферинокс. Поэтому на основании этих данных могу сформулировать текущий алгоритм лечения – это группа пациентов, и она определяется в первую очередь состоянием пациента. Если икок статус 0 или 1, если нормальный билирубин, то вероятно, что мы должны использовать один из двух комбинированных режимов химотерапии, фолферинокса и напоклитоксел с гемцитабином. Отдельные пациенты со статусом ИКОК-2 могут получить пользу от назначения гемцитабина и напоклитокселом. И мы видим, что многие врачи в России активно используют эту опцию для пациентов в состоянии средней степени тяжести. А все остальные пациенты в состоянии средней тяжести, они должны получать монохимотерапию гемцитабином. Больные в тяжелом состоянии, конечно, не нуждаются в проведении химотерапии, они нуждаются только в проведении систематического лечения. И то, что мы не можем коснуться в этом закладе по дефициту времени, это вторая линия терапии, и она определяется тем, какие препараты пациенты получали в первой линии терапии и каково состояние этой группы пациентов. Я благодарю вас за внимание.